Всем привет! Это первое экспериментальное видео, в котором я хочу рассказать об истории проектов Lineage в Корее. У меня накопилось много информации, которая уже не вмещается в рамки одной статьи, и я разбил их на сценарий для разных видео, которые неспешно планируют публиковать на этом канале. Отдельное спасибо Щену Баэ, Нам Паку и Дёгу Ли за помощь и информацию. История проекта Lineage также стара, как почти вся история онлайн-игр в Корее. В этом 2018 году первый Lineage справит свое 20-летие. Если спросить корейца, который застал эпоху расцвета онлайн-игр, что первое приходит на ум при слове Lineage, он скорее всего вспомнит самого крупного кита тех времен, а по-русски донатера, игрока под ником Poseidon, который со старта игры и до 2011 года сохранял лидирующее место среди самых прокачанных и экипированных пользователей, то есть почти 13 лет. Его персонажи оценивались в сотни миллионов вон, и несмотря на то, что Poseidon был игроком, даже разработчики своих интервью рассказывали, что с искренним интересом наблюдали за его успехами. После Poseidon на ум старого линейджера придет обязательно меч императора Дантеса, который был практически уникальным предметом, как, например, опнутые пушки драконов до того, как когти и заготовки появились в магазине. Для того, чтобы получить этот предмет, необходимо было добыть предметы Дыхания Волокаса, Антараса, Линдвиора и Фафуриона, которые падали только с мировых боссов. Несмотря на высокую сложность получения такого предмета, он еще ценился и своей внутриигровой историей. Меч принадлежал значимой в первый линейдж фигуре императору Дантесу, который носил его при жизни. Но был обманут союзником и после встречи с Гитасом, богом мира призраков, превратился в мертвого рыцаря. В самой игре он уже представлен в виде этого мертвого рыцаря рейдбосса. Кстати говоря, этот меч есть и в мобильной версии первой линейдж, там он носит почти такую же уникальную ценность. Наконец, в первой тройке воспоминаний о тех временах всплывает война за освобождение Бартса. Я о ней расскажу более подробно в следующих видео. В августе 96-го года нынешний глава NCSoft Ким Тайг Джин и тогдашний вице-президент Джайк Сонг, который впоследствии ушел из компании и сейчас является CEO XL Games, те что сделали Архейдж. При исполненной энтузиазме они намеревались создать игру, похожую на Ultima Online, прародительницу всех современных MMORPG. В ноябре 97-го началось первое закрытое тестирование, а в августе 98-го игра уже увидела свет. Ultima показалась слишком бессюжетной Джейк Сонгу и он предложил за основу взять популярное в то время манхву, это корейские аналоги японской манги, которая так и называлась Lineage. Кстати, само слово Lineage в серии книг означает родословную линию. Здесь надо сказать, что многие игроки первой Lineage в Корее не читали этой манхвы или прочли ее уже после того, как познакомились с игрой. В 90-е годы корейские книги манхвы больше относились к литературе, нежели к комиксам или манге, поэтому выбор был не случайный. Кроме того, мир книг Lineage охватывал огромные масштабы, рисуя картины больших периодов времени и территории огромных королевств, не забывая при этом показывать в них харизматичных героев. Именно это и придало книгам популярность бестселлеров того времени, сюжет которых очень гармонично наполнил бессюжетный мир онлайн-игр. Что касается сюжета книг, то он полон предательств, ненависти и мести. Так благородный герой Дюк Девиль, мечтавший жениться на принцессе Гадрии, берет ее в жены и становится главой королевства Аден. У него рождается сын Де Фордж. Именно его шевелюрой красного цвета можно увидеть на изображениях и в видеороликах первой Линейдж. Вскоре после своей коронации Девиль умирает, а его жена королева Гадрия спустя некоторое время выходит замуж за кузена короля, которого зовут Кен Раухель. Мотивы Раухеля можно понять хотя бы по одной фразе на коронации. Трон мой! С этого момента и начинается главный сюжет. Сын Дюка и главный наследник трона молодой принц Де Фордж тайно покидает замок, измоченный постоянным преследованием отчима. Де Фордж растет под защитой пяти членов клана, в котором состоял его отец. Эти пятеро поклялись вернуть корону истинному наследнику. Сам Де Фордж, окрепнув, возвращается в королевство, чтобы забрать трон и начинает кровную войну с кланом Кен Раухеля. Некоторые игроки отмечали, что игра не следует сюжету книг, что в действительности скорее было недопониманием. Сюжет «Первый линейдж» следует по сюжету книг, который показывает разные периоды жизни Де Форджа, от взросления, возвращения в королевство и до войны с Кен Раухелем. Игрок начинал с возвращения в королевство Адан на корабле, в порте на Говорящем острове. Затем, в процессе прокачки персонажа, необходимо было собрать клан, для которого нужны были те самые знаки присяги, или клятвенная кровь. После чего, минуя разные приключения, игрок должен был ринуться в бой на штурм замка. Безусловно, действия игрока не были зажаты сюжетом, и многие могли прийти к битвам за замок, не похожим на книги способом, или вовсе избегать такие сражения. Однако разработчики намеренно оставили эту свободу выбора. Как я уже говорил, в оригинальной книге идет борьба между Дефорджем, потомком короля, той самой Линейдж или Родословной, и Кен Раухелем, королем, который вероломно занял трон. У каждого из этих персонажей есть свои кланы, есть своя мотивация и история. Конфликт между этими героями – не просто попытка занять сторону хороших или плохих, это целая шекспировская трагедия, как в Гамлете или Макбет. Противостояние общественного и личного. Кстати говоря, если внимательно проследить линии героев, они во многом похожи именно на эти два великих произведения Шекспира. Например, очень отчетливо выглядит Кен Раухель, этакий Макбет, обманом пришедший на трон и развязавший войну из-за своей тирании. Его судьбу могут повторить и игроки, собрав достаточную мощь для того, чтобы зайти на трон короля и впоследствии сразиться с неким противником-освободителем в виде клана Дефорджа. Именно в этом и заключается подлинное следование сюжету, новый уровень абстракции, как сказали бы программисты. Иеракам необходимо собрать клятвенную кровь, чтобы объединиться в кланы и сыграть свою роль в решающей битве за трон королевства Адан. В сюжете книг есть важный для понимания концепции игры момент. Принц Дефордж остался жив и смог уйти из замка благодаря пяти воинам из клана Отца, которые готовы были до последнего оберегать его от смерти. Это был не какой-то военный приказ, это был негласный кодекс чести внутри клана. Здесь важно отметить, что именно система кланов и отличает линейдж от всех остальных онлайн-игр. Это не система гильдий, которая сейчас часто встречается. Задача таких гильдий, как правило, состоит только в удобстве организации игроков. У кланов в линейдж ключевую роль играет именно честь, преданность членов клана и их верность лидеру, а организационные вопросы уходят уже на второй план. Именно по этой причине разработчики считают популярность проекта у такого большого количества людей. Не битвы между владельцами замков, а в первую очередь битвы между кланами. Книги серии Линейдж заканчиваются тем, что принц Дефордж распускает клан Кен Раухеля и возвращает себе трон. Но игра Линейдж на этом не заканчивается. В 2003 году, через пять лет после запуска первого проекта, разработчики решили показать игрокам более широкую перспективу игровой истории уже в проекте Линейдж 2, которая является приквелом к первой части. В противостоянии богов раскрывается история появления мира Линейдж. Этого для первого раза, пожалуй, достаточно. Чтобы узнавать больше или быстрее, заглядывайте в Дискорд или на сайт 4r4m.com. Если вам есть что сказать или у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях. Отдельно хочу поблагодарить Купера, Бестекспак, Стериала, DSBM, Нейродрайва, Эвили, Нубку, Страйдера, Енотику, Дестни Уинкс, Алекса и В Душе Яорка. Это люди, которые поддерживают проект финансовыми взносами на Патреоне. Это видео вышло благодаря им. Еще раз спасибо.